Да, Сергей, а есть ли вот реальности, есть ли вот на этой сочинской встрече такие Путин додавил? Ну, додавил и объяснил, возможно, всю невозможность дальнейшего сотрудничества для Лукашенко с Западом. Ну, и это отчасти правда, потому что сложно представить, да, что Запад вновь откроет свои объятия для кого-либо из этих диктаторов. Тут не важно, Путин, Лукашенко. Ну, вот если себе, вот насколько велика вероятность, что в Сочи сложилась какая-то ситуация, где вот или так, или туда, или сюда, туда-сюда уже не проходит? Ну, это же не первый случай, когда Путин додавривал Лукашенко. Лукашенко часто саботировал, скажем, свои же обещания Путину, там, или какие-то обязательства. То есть мы знаем, когда был заключен договор о союзном государстве, да, и как все это шло, с какой неохотой. То, что сейчас действительно идет, ну, серьезное сближение Беларуси с Россией, это вынужденный шаг для того, чтобы Лукашенко сохранил свою власть. Если ему будут намекать о том, что он может сохранить ее и иначе, да, другими путями, я думаю, что он может точно так же просто говорить Путину то, что он хочет, но сапортировать какие-то его решения. Все-таки, ну, Лукашенко имеет какой-то контроль, скажем, на своей территории, да, на контролируемом территории, опять же, обусловленный не демократическим выбором, но какими-то там своими клановыми, извините за слово, мафиозными связями, да, то есть элита все равно зависит от него в какой-то степени, я думаю, больше, чем от Москвы. Поэтому у него есть, скажем, механизмы для того, чтобы играть свою, местечковую, но свою игру. Если не Беларусь, другие страны ОДКБ, как думаете, могут быть вовлечены? Для этого нужен повод, как минимум, нужно нападение на Российскую Федерацию, чтобы они были вовлечены, ну, согласно уставу ОДКБ. На сегодняшний день Российская Федерация заявляет о том, что мы ее обстреливаем периодически, я думаю, что она готовит почву вот к такому обращению. к странам ОДКБ в случае чего. Но мне кажется, там все прекрасно понимают, ну, не только мне кажется, мы видели, да, их последнюю встречу, это звучало, скажем, они не заинтересованы в вовлечении в этот конфликт, тем более, что часть этих стран контролируется Китаем, скажем так, и все прекрасно понимают ответственность Китая в таком случае перед Соединенными Штатами. Поэтому здесь большая геополитическая игра, я не думаю, что ОДКБ будет включаться в этот конфликт.